друзья доброе утро 22 ноября поехали на работу правда день сурка получился действительно все работы сидела делают капусту на место так а мы полина от 6 ноября читаем письмо письмо под названием длинное письмо несколько вопросов про двухлетку здравствуйте уважаемый юли здравствуйте полина спасибо вам за труды от всех мам пожалуйста вы наша фея в материнстве но не все конечно знаю что-то ведь пробелы есть и по грудном скармливание еще там где-то но чем могу тем стараюсь после видео ответов все становится на свои места очень рада что помогаю здорово если позволите то я задам вам пару вопросов извините если получится длинная постараюсь описать ситуацию более подробно у меня двое сыновей 47 и 22 из декретов декрет младший появился с помощью кесар сечения на 37 неделе проблем особых не было 7 сел 7 сел пошел чуть позже сверстников но с четырех месяцев начала развиваться дикая привязанность ко мне ни с кем не хотел оставаться я не могла даже сделать пару шагов от него в сторону двери боялся новых людей новых помещений громких звуков с года и два если сильно начинал кричать то начинался рвота продолжается до сих пор начал очень плохо спать был период когда он испугался дворников по стеклу сидя в машине за ночь он просыпался 16 раз было тогда полтора года ему продолжалось около недели орал вскакивал были у невролога у психиатра пропили курс препаратов стало легче но целью но целую ночь он не спит до сих пор раза два три просыпается попить или просто плачет или бьет ногами по кровати сейчас может проснуться после дневного сна и долго плакать с людьми избирательно но в целом растет веселым активным ребенком есть сам на горшок сам слов пока очень мало но пассивный запас большой старается объяснять или показывать иногда получаются мини рассказы умный в отличие от старшего договориться и переключить внимание практически нереально начинает падать и орать если он захотел и ему надо капслоком а он это не получает или кто-то не выполняет его требования то может орать до рвота и пятен лице скажите как правильно реагировать на такие истерики так ну вот полина мне здесь сложно сказать истерики эти связаны с скажем так пет запущенностью с неправильным воспитанием или все-таки с вашим физическим состоянием и каким-то каким-то показаниям от невролога у невролога вы говорите были у психиатра были пропили курс лекарства а каких и от чего вы не написали может быть это связано с нервной системой и ее нужно лечить и она не в порядке как кит неврологические может быть расстройство заболевания есть вы же здесь не пишите поэтому не сложно сказать на какой почве вот эти вот его раздражительности повышенные от того что у него голова болит а того что его ему кажется что он брошенный недолюбленный тут нужно прям вот садится и разбираться полно на нос собирать сложно сказать как справиться с такими истериками еще одна для меня проблема в виде нежелания ходить за руку очень трудно гулять вырывается убегает на дорогу в магазины их никак не обойдешь и здесь если он теряет меня из виду ходится с по своим делам пока пока я ушла тоже не прокатывает знает что я никуда не уйду завлечь чем-то новым не получается приходится оттаскивать нести а он уже достаточно тяжелый он хвостом у вас четырех месяцев четырех месяцев начала развиваться дико привязанность ни с кем не хотел оставаться я не могла вот это дико привязанность что прошла и он теперь пока пока и остается или как-то противодействие получается одному другому так завлечь чем-то новым не получается приходится оттаскивать нести а он уже достаточно тяжелый вопрос как приучить к руке блин надо ребенка ведь так очень сложно сказать и самый главный вопрос сад в этом году нам дали сад воспитатели не очень хороший когда забирали старшего то маленькому нравилось заходи в группу он там играл а могла я могла спокойно дайте заведующий или в спальню не хотел уходить но как только пошли в его группу то он на простёк что что тут не так первые три дня был лазь не прям в группе играл потом я как бы уходила в магазин начинал уже плакать на пятый день в цепи суме мертвой хваткой посоветовавшись садиковским психологом решили что нужно передавать передавать сразу в кавычках видимо ну отдал и ушел сейчас прошло уже два месяца вместе с больничным ситуация такая как только он открывает глаза тут же начинает плакать не хочу в сад потом орать извивается когда я его одеваю орет пока идем в садик если ночью пил молоко то рвота в саду я его передаю в кавычках воспитателям они сажают его на колени обнимают и передевают и в группе он успокаивается ровно за полторы две минуты на все хорошо ведет себя хорошо играет и спит хорошо не плачет значит хорошо адаптация проходит значит это для вас спектакль из вас веревки бьет значит это ну вами манипулирует и адаптация значит гладко проходит весь спектакль для вас исключительно пытаются что-то рассказать воспитатели меня встречает радостно очень хорошо но утром начинается день сурка да мы знаете жили раньше в другом доме помнишь у нас окна выходили на детский сад ровно восемь часов там вереницы как муравьи вот эти вот идут родители ведут детей и в этот ор помнишь в девять часов всего как по тумблеру смолкает все я говорю ну нас всех сдали уже да вы не одни такие коры плач каждый день как облегчить его адаптацию нормально ли это с учетом его легко возбудим психики извините еще раз получил что долго постарался писать полную картину происходящее с очень большим терпением жду вашего ответа спасибо значит вот 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 прочитав вот это все то что воет перед садом а внутри сада все хорошо и главное вас встречает не со слезами не с обиды не с гневом а радостно это хорошо значит стандартно классическая ситуация так ходите быстро передавайте не объясняйте не разговаривайте а вот этот ор терпите помните рассказывал про адаптацию что до трех месяцев это может происходить а вы говорите что у вас прошло два плюс заболевание да эти были до заболели откатились назад то есть это надо суммарно вместе то есть не суммарно а вместе без перерывов на болезни чтобы прошло три месяца тогда адаптация будет считаться правильной и выполнена успешно вот а когда перерыв на болезни ну это опять заново в общем обнуляется и заново начинаем считать адаптация у вас хорошая это вам мотает нервы нервы это видимо вы податливы отменяете возможно правила и он знает что по орав он может добиться своей своего желаемого и вот в гнет своей линии старается вас перед убедить значит вы оставайтесь непреклонно во всех ситуациях если что-то с ваших уст как я и говорил сорвалось вы должны на тем катанием спокойно дело довести как хотите уговорами не уговорами ряхнули стукнули не знаю как хотите абсолютно как у вас там заведен в семье но должно исполнить то что вы сказали вот а по поводу истерик по поводу истерика может быть здесь неврологи какая-то есть легко возбудилась ведь нервный систем такой тонкий инструмент и если вы были уже у психиатра и у невролога значит что то там есть какие-то предпосылки что-то пили это я думаю что нужно с неврологом решать эти десятиродные проблемы тем более видите и пятнами покрывается и дорвоты это однозначно либо что-то физическом механизме у вас близко находятся какие-то я что-то читала где-то когда рвет детей не кусочки даже не мог кусочки глотать и начинает их рвать что-то близко находится я забыла что не голосовые жди связки чтобы почему-то кто-то может к кусками глотать его не рвет а кто-то маленький кусочек какой-то в марна кашу попадается и рвота сразу пошла это что-то вот в глотательном аппарате какие-то особенности может быть это у вас но раз пятнами и рвота значит это уже не манипулятор это не человек который для вас спектакль устраивает значит физиологически организм нервной системы какие-то другие органы вот но не справляются этими сервиками нужно помогать это только к врачам это не к психологам и другой вопрос как научить вот рука в руку ходить рука в руку вы вот пишите что с детства он был к вам привязан а сейчас от вас отпочковывается и говорит что ну мол иди и я один осталось значит что это получается прошло вот это вот привязанность тогда нужно напугать мы в каком-то видео рассказывали позже про анфису мы рассказывали что нужно действительно вытащите изнутри ребенка вот этот вот животный страх потерять родителей что родители авторитет и без них страшно я все-таки еще не настолько самостоятельно чтобы остаться один социуме я предлагала в одном видео мы с мамы с одной эксперимент такой провели даже с несколькими на торговый центр либо какая закрыта площадка либо какой-то необъятных размеров парк но там где безопасно где нет угрозы что охранник заберет и отнесет что будут собираться какие-то люди и будут там помогать желательно по пустыне это место и самое главное то машины ну чтобы больше безопасно пошел а вы спрятались за дерево и ходить за него так вот прячьтесь ходите до тех пор пока вот уже не обернется и начнет выйти где моя мама то есть это может сказать 20 минут ребенок 30 минут 40 минут до и ходите за ним вот нужно чтобы изнутри вылез этот страх и ребенок почувствовал что я остался один и мне нужна защита мне нужна моя мама мои родители чтобы развернулся с лежами пошел вас искать то вы вышли довольно счастливы но не читаете лекцию как тебе не стыдно куда-то ушел я тебе искала так делать нельзя нет вы должны всем своим нутром и всем своим видом показать что вы очень обрадованы что вы вместе что вы нашли чтобы в него запечатлелось поднялся страх что остался один и последней точкой заключительно была радость мамы что она с объятиями его приняла всегда ждет всегда будет ждать в общем что вот этот оплот надежности и уверенности в общем здесь вот тут то нужно идти вот в эту точку вот нам анфисе тогда с леной хватило одного раза она сначала шла совсем разговаривал ты конфет дал кому-то песни пила минут 40 помоле 50 в этом парке рубцовой гуляла но с ней ходил сопровождающий кого она не знала и отгонял жестами тех кто хотел там прям уже взять на руки и пойдем искать твою маму большим отдать его куда-то в полицию этот сопровождающий отгонял их говорил что но не подходите тут мало без вас разберемся и вот так она блуждала по у минут сорок через минут сорок она оглянулась ага никого нет не зрители не конфет не бабушек и тем более матери здесь потекли слезы она испугалась пошла в обратную сторону крича мама и здесь мама радостная вышла и больше ситуации не повторялись а ребенок год или два уходил уходила это же опасно прям реально опасно так на секунду отвернулся повернулся у тебя ребенка уже нет где он что ищи свищи вот если у вас есть такие места в которых можно попробовать провести вот такой эксперимент попробуйте другого я не честно говоря не вижу если нас смотрят психологи и они знают какой-то другой выход из ситуации если у них были какие-то жизненные ситуации такие вот вопросы пожалуйста поделитесь нами будем очень рады и я с удовольствием тоже почитаю вот а так нужно показать только на своей шкуре как говорится почувствовать страх только тогда сам ребенок захочет не уходить от родителей и держаться за руку не убегать по на машину в торговом центре или под машинку на дорогу вот длинное письмо длинный ответ получился да значит мы разобрались с истериками я думаю что это к врачам потому что действительно синеет рвет с рукой мы сказали и про детский сад я считаю что у вас хорошая адаптация это спектакль для вас держитесь держите держите терпение как можно быстрее все это делать быстрее одевайтесь без разговоров быстрее до сада неситесь и быстрее воспитатель сдавайте все и отчаливать это была у нас полина 6 ноября пишу ответили